Ребят, всем привет и доброго времени суток. Сегодня я хочу рассказать о зимнем удилище спиннинговом, с помощью которого я рыбачу последний сезон. То есть уже пошел третий месяц и есть чем поделиться. Говорить мы сегодня будем об удилище Lucky John Pike Perch, новеньком вот таком вот. И сравнивать я его буду со своей прежней удилкой, это Lucky John C-Tech F-Jiggin. Разберем новую модельку и я укажу на те моменты, которые мне в ней нравятся больше, чем вот в этой, либо на те, которые мне нравятся меньше. Итак, поехали! Lucky John C-Tech Pike Perch продается вот в таком вот фирменном чехле, как в принципе и все другие удильники. Довольно интересный чехол, хотя, конечно, хотелось бы тубус, даже пускай самый примитивный. Тем не менее, удочка стоит денег и в принципе в комплекте, конечно же, хотелось бы увидеть и тубус. Удилище у нас состоит из двух частей, оно имеет штекерную конструкцию и в собранном состоянии его длина составляет 52 сантиметра. Я рыбачил в не очень глубоких местах, где-то до 6-7 метров, а чаще на глубине где-то 3-4. И поэтому слишком длинное удилище я не люблю. Полметра это то, чего мне хватает с головой. Бланк удилища Pike Perch изготовлен из карбона модульностью 30T. Такой материал применяется во многих популярных джиговых удочках, удочках для летней ловли, для ловли по открытой воде. И соответственно, там длины удилища, как правило, свыше 2 метров и они чувствительные действительно. А здесь длина удилища всего лишь полметра, плюс до самой приманки дистанция, конечно, меньше, чем при ловле по открытой воде. И соответственно, все это нам дает в совокупности просто отличную чувствительность. Строй бланка средне-быстрый. Я не знаю, почему производители не указывают строй и тест зимних удилищ. На мой взгляд, нужно указывать, чтобы было понятно, что потенциально вы будете приобретать. Ну и давайте более подробно рассмотрим, что у нас есть на бланке. Сама рукоять выполнена из эвы, в то время, как, допустим, на F-джигинг она выполнена из пробки. Мне лично немного больше нравится пробка, поскольку она вообще не намокает, но эва опять же также теплая и тоже хороший вариант. Здесь у нас вот такой вот катушка-держатель, гайка закрытого типа, соответственно, на нее не попадает влага. И, конечно, это важно зимой, поскольку если попадает влага, попадает вода, то просто гайку может заклинить. И после рыбалки, допустим, вы не достанете, не сможете достать отсюда катушку. На этой удочке есть вот такие вот прокладки, которые можно увидеть, которые уходят туда внутрь. Здесь же все это, все эти прокладки находятся прямо там в середине механизма. Далее у нас идет хук-кипер, и он довольно необычно смотрит в сторону, в то время как на большинстве удилищ он вниз направлен. Ну и что касается колец. Здесь три пропускных кольца. Первые два просто проволочные. Сейчас постараюсь показать обычную проволоку. И в тюльпане, у нас тюльпан полноценный, в тюльпане есть керамическая вставка. Соответственно, керамическая вставка уберегает леску от повреждений. И на самом деле вот этот вот элемент мне довольно сильно нравится. Почему? Вот мой предыдущий спиннинг. Здесь дела обстоят немного по-другому, точнее совсем по-другому. Здесь наоборот, в первых кольцах от рукояти есть вставки. А дальше у нас уже обычная проволока. Сейчас попробую сфокусироваться, чтобы это показать. Да, вот. Здесь наоборот проволока. Здесь вставка. Идем ближе к рукояти и ситуация здесь уже меняется. Соответственно, то, что мне крайне не нравилось на джигинге, это вот это вот малюсенькое кольцо. Тут их три маленьких кольца. И в частности тюльпан, который очень быстро обмерзает и леска через него перестает проходить. А вот на пайк перше такой проблемы нет. По работе с приманками я рыбачу в первую очередь, конечно же, на балансиры. И поэтому буду исходить, исходя из этого типа приманок. Во-первых, что касается сравнения с джигингом, то джигинг мягче и тест у него меньше. А вот в плане пайк перша, да, это универсальное зимнее удилище, которое подходит для ловли укуня и щуки. Но, тем не менее, тест у него находится где-то на уровне от 7-8 грамм и до 15-16. Именно с приманками в таком весе, с балансирами, вам будет удобно работать. Тот же самый джигинг рак, полтинник под управлением этого бланка, отлично рисует восьмерку. Все видно и по кончику удилища и передается в руку. Но визуально, именно в визуальной регистрации, все же он проигрывает джигингу. Соответственно, джигинг лучше именно на стадии регистрации поклевки, а пайк перш лучше на стадии вываживания. Когда вы тянете действительно хороший трофей, вываживаете щуку, здесь стоит безнационка, как в моем случае. И тогда удилище действительно позволяет консолировать добычу, позволяет бороться с ней. Оно более жесткое, более напористое, с ним чувствуешь себя увереннее. А вот этот вот бланк на вываживание, конечно, за счет своего, в частности, кончика, он более хлипкий. В качестве вывода скажу, что мне понравился Lucky John C-Tage Pike Perch. Это, в первую очередь, универсальное удилище, которое может быть вашим единственным, если вы выбираете первый удильник и хотите чувствовать себя довольно комфортно, как на глубине в 2-3 метра с относительно легкими балансирами, так и на большей глубине с более тяжелыми приманками, то можете его приобретать. Он хорошо подходит, в первую очередь, для ловли щуки и в то же время при его помощи можно ловить, спуститься немного вниз и ловить окуня. Имею в виду спуститься вниз по весу и, наоборот, подняться вверх по весу и уже добраться до того же самого судака. Таким образом, действительно универсальная, в первую очередь, удилка, которая покрывает множественные запросы. Ссылку как и на Pike Perch, так и на GIN оставлю в описании к этому видео. Переходите, приобретайте. Также напишите в комментариях, если у вас уже есть зимние снасти, есть зимний удильник, напишите, что это за удильник. Я вот предпочитаю Lucky John. Ну а если это видео для вас было интересным и полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok